Мико-ртуть. Во власти чудовища. Раз, два, три, четыре, пять. Будешь ты меня искать. Железные каблучки звонко стучали по плиточной мостовой, распугивая шуршащих в мусорных баках мышей. Тина сжимала в ладони небольшой предмет, продажа которого обеспечат ее деньгами на ближайшие три недели. Не густо. Зато и достался он ей легко, почти играючи. Влезть в хранилище семьи Хоу показалось на удивление просто. Магическая защита стояла совсем плевая, а самоуверенные аристократы не потрудились даже решетки на окна поставить. Через день она навестит господина Хоупа, чтобы утешить и выслушать очередную гневную волну, направленную на бездействие полиции, которая уже год не может поймать магического вора. Какой гад! А потом она бросит господина Хоупа по какому-нибудь незначительному поводу. Сразу расставаться со щедрым любовником совершенно не хотелось. Тем более, что интимной близости между ними не было. Господину Хоупу было восемьдесят шесть лет. И все, что он хотел от молодой и красивой девушки, это поговорить до приватных танцев. Старичок был еще тот эстет. Тина улыбнулась и тут же нахмурила брови. Впереди небольшая площадь в кольце заброшенных зданий, где жили цыгане. Путь через нее опасен. Но Тина всегда здесь ходила, сокращая дорогу к центру города. Местные обитатели ее не трогали. У них был договор. Тина платила, ее не замечали. На площади шел бой. Или драка, или просто убийство. Она сняла туфли, укрывшись в тени здания. Осторожно подбежала к углу и выглянула. В серых туманных сумерках кого-то убивали. Только бы не ее заказчика. Хотя нет, не он. Мужчина, которого уже повалили на землю и методично обрабатывали железными прутами пятеро парней. Не был коренастым лысым толстячком. Вокруг в живописных позах валялись трупы. Один, два, три, четыре. Пятый истекал кровью и тоже был не жилец. Тина отметила, что нападающие, как один, одеты в черные костюмы. У всех завязаны платками лица. Все в кожаных перчатках и высоких ботинках. Профи. Но не из гильдии убийц. В гильдии не ходят командами по десять человек. Кто же тогда убитый, если его смогли завалить только ценой таких жертв? Спустя несколько минут один из нападавших что-то сказал. Все побросали пруты. Подхватили убитых и растворились в тумане. Будто их здесь никогда и не было. Тина выждала. Обулась и смело шагнула на площадь. Стараясь как можно быстрее перебежать открытое место. Проходя мимо убитого, она замедлила шаг. Подумав, что стоит пошарить по карманам, пока не набежали другие желающие. Одежда на типе приличная. Да и на расшибленных в кровь пальцах темнеют перстни с едва различимым золотистым ореолом. Непростые перстенечки. Тина присела возле мертвеца. Лицо разбито, над глазом глубокий порез. Единственное, что не было покрыто кровью и ссадинами – это нос. Тонкий, с небольшой горбинкой, породистый. Судя по одежде, далеко не бедняк. И темно-коричневые волосы чистые, волнистые, длиной по плечи. Интересно, что его привело в цыганский район? И кто он такой? Да толк угадать. Этого уже никто не узнает. Через час голый труп будет разделан и скорблен полудиким псам. Цыганам не нужна полиция в их вотчине. Нет человека – нет проблем. Тина внимательно изучала украшения. Магические. А значит, дорогие и опасные. Но она сумеет снять все. Кроме железного перстня с головой барса вместо камня. Там была магия, завязанная на владельца. Девушка сконцентрировала силу на кончиках пальцев. Осторожно коснулась перстня с рубином и едва не заорала, когда окровавленная ладонь сжалась на ее запястье. Тина дернулась, но не успела. Магическая петля уже обвела руку. Маг, да чтоб тебя! Снять не сможешь. Придется руку рубить. А для воровки руки очень важны. Да? Закашлялся маг, выплевывая сгустки крови. Вытащи меня отсюда. И я забуду о попытке ограбления. Ты сдохнешь через минуту, и твоя магия сойдет на нет, прошепела Тина. Моя? Нет. Утянет тебя следом. Воровка. Он посмотрел на нее и улыбнулся разбитыми губами. От этой улыбки захотелось забиться в щель или бежать без оглядки. Решай. Или ты вытаскиваешь меня, и я тебя отпускаю. Или уходим за грань вместе. Соглашайся, Чи Юри. Раздался сзади голос старой Сейры. Убери желтоглазого отсюда, иначе быть большой беде. Тина присмотрелась к глазам мага. Желтый топаз в обрамлении густой тьмы. Необычный цвет. И она слышала что-то о людях с такими глазами. Ну что? Страх напрочь выбил из мозга желание вспоминать. Плохой человек. Очень плохой человек. Под сокола языком старая цыганка. Вместо сердца бездну носит в груди. И как, по-твоему, я должна его отсюда убрать? Вызверила Стина. На собственном горбу вынести? И что мне с ним делать? Он же сдыхает. Словно в подтверждении ее слов взгляд мага потускнел. Эй! Только не умирай! Я не хочу за грань, чтоб тебя шакалы сожрали. Магическая петля угрожающе затянулась на запястье, обжигая кожу. Дерьмо! Если он сдохнет и демоны заберут его душу, все знают, что души магов прокляты с рождения. То тину они заберут на закуску. Кибитку дадите? Маг чуть заметно улыбнулся и все же потерял сознание. Видно, держался из последних сил. Стягивал раны остатками магии. Ждал, когда девушка согласится. Дождался. Теперь можно и расслабиться. Дрянь! За кибитку и лошадь пришлось отдать украденный у Хоопов артефакт. Зато цыганский барон выделил Тине двух дюжих парней в помощь. Они и занесли раненого в ее квартирку в тихом квартале рядом с деловым центром города. Не дотрагивайся до меня, воровка! Тина вздрогнула и отошла от кровати. Я просто хотела снять с тебя одежду и помыть. Давно не видела голого мужика в своей постели? Было бы на что смотреть, буркнула девушка и зло добавила. Когда ты планируешь убраться из моего дома? Завтра. Как же? Избитый. Весь в крови. Даже не понять, есть открытые раны или затянул магией. А хорохорится. А сам самостоятельно даже шевелиться не может. Похоже, что ноги сломаны. Ну и демоны с ним. Хочет валяться грязным? Пусть валяется. Сними с меня петлю. Тина выставила руку. Завтра. Ему было тяжело говорить, но он держался. Не уходил в небытие. А может, боялся? Баночку подать? Тебе так не терпится взяться за мой член? Да иди ты. Обмочишь постель. Заставлю возместить стоимость матраса. Я заплачу. За все заплачу. Не волнуйся. Стало даже как-то обидно. Будто она ради денег. Она не ради них, а потому что самой жить хочется. Возместишь стоимость кибитки и будем в расчете. Знал бы Хоуп, что купили за его артефакт. Удар бы получил. Он обошелся ему в пять скаковых лошадей. Тина похолодела. Откуда? Откуда он знает про артефакт? Ведь без сознания лежал, когда она рассчитывалась с бароном. Откуда знаешь? Я такие вещи чувствую. Уйди. Я спать хочу. Тина от такой наглости опешила. Уйти? Ей? Из собственной квартиры? Не бойся, воровка. Не сдохну. Утром придешь. Поди вон. Петля обожгла запястье. Тина, зашипев от боли, вышла из комнаты, проклиная себя за жадность, а мага за его склочный характер. Нет, ну вот как можно быть такой сволочью? Чтобы, даже стоя одной ногой за гранью, суметь заставить себя ненавидеть? Лечь пришлось в кухне на маленьком диванчике. Потому что в единственной комнате на единственной кровати спал незнакомый мужчина. Точно придется менять матрас. А лучше сразу кровать заменить. Но если отбросить в сторону злость и разочарование, то стоит признать. Мужик он интересный. Чувствуется в нем звериная сила, уверенность и здоровая наглость. С таким было бы любопытно встретиться в другом месте, а может даже и провести пару приятных ночей. Но он маг, а она ворует магические штучки. Соперники. Да и вообще, глупые мысли. Спала Тина плохо. Постоянно прислушивалась к звукам. Не отдал ли там концы ее временный постоялец? Не отдал. Жаль. К утру Тина так измучилась на узком деревянном диванчике, что готова была сама придушить мага. И будь что будет. Отнеси это на улицу блудливой девственницы. В бордель три орешка. Отдай, мадам. Поднять поломанную руку маг не смог. Пришлось наклониться, чтобы взять из пальцев перстень. Тот самый, с головой барса. Их взгляды встретились. При утреннем свете глаза мужчины казались прозрачными, янтарными. А в глубине черного зрачка мерцала искра. Магия. Силен. Очень силен. Да кто же ты такой? Южная кровь? Спросила Тина, выпрямляясь и чувствуя необъяснимое стеснение, будто подсмотрела что-то запретное. Почему так решила? Слишком густые ресницы. Отнеси кольцо, и мы больше не увидимся, если только ты не залезешь в мой дом. Воровка. Сними петлю. Сделала Тина еще одну попытку. После того, как выполнишь условия. Знаешь, о чем я жалею? Девушка склонилась над мужчиной, почти касаясь губами его уха. Что тебя не убили сразу? Врешь. Ты всю ночь думала, как бы это было, если бы я остался здесь еще на пару ночей. Ты представляла, каково оказаться подо мной, стонать мое имя, умолять, чтобы я тебя взял. Тина покрутила в руке перстень. Многозначительно посмотрела в окно. Да, жаль, что ты не сдох. Тина отнесла кольцо, как он велел. И когда вернулась с работы, мага в ее квартире не было. На столе лежал перстень с рубином. Тот самый, из-за которого она и влипла в неприятности. Оплата за услугу. Сволочь! Прошипела Тина и со злостью запустила перстнем в стену. Гад! Чтоб тебя разорвало! Она поднесла к глазам руку. Петля никуда не делась. И теперь ее жизнь была связана с жизнью поганого мага. Мага, имя которого она не знает и которого, судя по всему, многие желают прихлопнуть. И Тина прекрасно понимала, почему. Глава первая. В поисках мага. Тина, ты огрыхла? Я просил артефакт Хоупа, а не это. Тан бросил на весы злополучный перстень с рубином. Это же перстень выпускника Академии. Его продать будет очень сложно. Нужно клеймо травить. Сто единиц. Это ты, огрых! Сто единиц за магический перстень? Да в него можно засунуть пять заклинаний защитных. Он полностью разряжен. И не факт, что примет чужую магию. Так что беру по весу золото и камни. Не хочешь? Не уговариваю. Скупщик Краденова пожал плечами и отпил чай из большой кружки. Он точно знал, что Тина согласится. Больше идти ей было некому. Кроме Тана и Свитча, никто не рискнет связываться с магическими штучками. А Свитч уже неделю сидит в тихом омуте. В тюрьме для простолюдинов. Аристократов сажали в весенний сад. И это было пострашнее. Ладно, согласилась Тина. И Тан довольно полез в сейф. Можешь узнать, кому он принадлежит? Попробую. Через пять минут Тина спрятала в карман деньги. А на стол легла огромная книга. Так. Тан нацепил на нос магические очки. Смотрим. Семнадцать, точка четыре, точка пятнадцать, вид, точка, год, курс, группа. Ага. Винсент Видаре. Открываем страницу 110. Ищем в перечне. Погиб семь лет назад в поединке чести с неизвестным. Похоже, именно этот неизвестный и наградил меня магической петлей. Тан стянул с носа очки и с прищуром глянул на недовольную девушку. Сходи к старухе Мирте. Пусть глянет в шар. Во что ты влипла, малышка? Может, пора паковать чемоданы? Тина согласно кивнула. Сейчас исхожу. У тебя есть предмет, который он держал в руках? Девушка отрицательно качнула головой. Кровь, волос, моча. Те, кто его забрал, вычистили дом. Ни следа. Будто он мне привиделся. Даже с перстня сняли остатки ауры и силы. «Говоришь, янтарные глаза?» Тина кивнула. «Странно. Ни разу не слышал о маге с янтарными глазами. Я разузнаю. А ты будь осторожнее. И это, малышка». Девушка уже дошла до двери. Оглянулась. «Если тебя прижмут, забудь мое имя». Тина кивнула. «Ничего личного. Если прижмут Тана, он сольет все, что знает». Чтобы спасти свою шкуру. Ибо если из тихого омута можно выйти, то из весеннего сада не выходят даже мертвыми. Тина знает его маленький секрет. Как и он. Ее. В обычной жизни скупщик краденого – Тан. Сын влиятельного вельможи. Виконт Танзани. А Тина – служащая в корпорации Смит и Вайсон. Сотрудник отдела продаж. Ничем не примечательная серая мышка. Коих там множество. Они познакомились на балу в мэрии. Между ними случился бурный, но скоротечный роман, после которого они расстались с приятными воспоминаниями друг о друге и без планов навстречу. Каково же было удивление Тины, когда цыганский барон свел их вновь. В этой жизни Виконт носил очки, накладную бороду и парик. Но Тина его узнала. Как и он ее. Мирта жила рядом в небольшом уютном домике, увитом диким виноградом. Ведьма была так стара, что уже никого не боялась. Поэтому дверь не запирала, охрану не держала, да и не нашлось бы вора, рискнувшего ограбить эту зловредную бабку. Потому что проклинать мир-то еще не разучилась. «Я тебя ждала». Сухонькая маленькая старушка в чепчике и темном льняном платье сидела в кресле. Ее ноги накрывал клетчатый плед. На коленях лежала лупа и книга, а в зубах торчала неизменная сигара. Тина поморщилась. Мирта курила слишком сильные сигары и жутко вонючие. «Что принесла?» «Деньги». «Покажи руку». Тина вытянула руку. «Ближе». Пришлось подойти ближе и подсунуть запястье под длинный крючковатый нос. Мирта подслеповато рассматривала невидимую петлю, изредка выпуская через нос дым. «Похоже на издыхающего дракона», — подумала Тина. «Ты принесла мою смерть, девочка». Наконец, ведьма оттолкнула от себя руку Тины, и девушка отошла. «Тот, кто тебя поймал, узнает, что я знаю, кто он, и придет меня убивать», — она захихикала. «Красивый мужчина, умный, жестокий, зверь, изгнанник. Его предала невеста, и теперь он ненавидит всех женщин. Эх, была бы я моложе. Я бы... Кто это? Я бы ни за что не потеряла такого мужчину. Ни за что. А ты, дура, упустила свой шанс. Но он придет и за тобой. Нет, ты придешь сама к нему. А он будет ждать. Он паук. Он плетет вокруг тебя сеть, и ты в нее попадешь. Да!» Мирта хрипла рассохоталась. «Да кто он такой?» Не выдержала Тина и попятилась от безумной старухи. «Он смерть. Ужас. Ужас безликий. И он ждет тебя». Тина поняла, что большего не добьется. Мирта совершенно выжила из ума. Девушка положила на стол деньги и ушла. Зря только время потеряла. Она подняла голову и посмотрела на небо. Смеркалась. Как раз открылись заведения в веселом квартале. Но народа там еще мало. Можно попытаться разузнать о маге у хозяйки борделя, куда она отнесла перстень с головой барса. Квартал развлечений тянулся от рыночной площади трех кур до порта. Сейчас здесь было тихо. Лишь изредка проезжали верховые полицейские и доспешили на работу девицы легкого поведения, пока ничем не отличающиеся от благовоспитанных горожанок. Солидные господа в котелках бросали на Тину безразличные взгляды. Для них она была еще одной из провинциалок, приехавших в веселый квартал за иллюзорным счастьем. Через несколько часов они займут свои места у дверей борделей. За барными стойками, игровыми столами, в букмекерских конторах, на мягких диванчиках элитных заведений. А пока лишь лениво переругивались, вышибало да махали вениками дворники. В трех орешках было сонно, лениво и спокойно. Тину встретила уставшая дама в сером платье, мывшее окно. «Закрыто!» – буркнула она. «Я к мадам!» «В кабинете!» Женщина, оценивающим взглядом, осмотрела Тину. «На работу устраиваться?» Тина проигнорировала вопрос и, решительно пройдя мимо, направилась к знакомой двери. В прошлый раз здесь стоял охранник. Он и передал мадам перстень. Тина лишь мельком видела хозяйку заведения в приоткрытую щель. Сегодня же в коридоре было пусто, и девушка толкнула дверь кабинета. Мадам читала какие-то документы. Она на мгновение подняла взгляд. «Принята! Сегодня выходишь на зал!» «Мне не нужна работа. Мне нужна информация!» Тина взяла стул и уселась с другой стороны стола. «Я разыскиваю мужчину, и ты можешь мне помочь». Мадам приподняла выщипанную бровь и откинулась на спинку кресла. Подумала пару секунд, затем кивнула своим мыслям, решив, что Тина разыскивает блудного мужа. «Допустим, это будет стоить двадцать единиц!» «Десять!» «Двадцать! Или не трать мое время! Десятку вперед!» Тина вытащила десятку и припечатала ее к столу, глядя в глаза мадам. «Три дня назад я принесла тебе перстень, железный, с головой барса. Я ищу мага, которому он принадлежит. Знаешь об этом что-нибудь?» Мадам вытянула из-под ее ладони десятку, сунула вырез платья и только после этого ответила. «Маг мне достался по наследству от предыдущей хозяйки. В глаза его никогда не видела. Все, что мне нужно сделать. Если ко мне попадет перстень с головой барса, отправить его с посыльным по определенному адресу». «По какому?» «Десятка». Тина отдала деньги, которые тут же исчезли следом за первой бумажкой. «Весенний сад», – мадам усмехнулась. «Сходи в канцелярию тюрьмы. Может, там тебе больше расскажут». «Вот дерьмо. Только зря потратила деньги и время». Дома ее ждал сюрприз. Букет ромашек в вазе на столе и записка. «Спасибо за ведьму. Воровка», – прочитала вслух Тина. «Сука!» Стало жалко старую ведьму, хотя за ней и водились грешки. Темные ритуалы, порчи и проклятия. Но смерти старухи она не желала. Девушка схватила букет и вышвырнула его в окно. «Гад! Сволочь! Хрен собачий! Штоп!» Тина прикусила язык, глянула на руку. Смерть мага означала и ее кончину. Но пожелать, чтобы у него не стояла, она могла. И от души пожелала. Всю ночь Тина крутилась, вставала, пила воду, бродила по комнате. Смотрела в окно и думала. Снять привязку мага мог только более сильный маг. А более сильные маги у нас где? Правильно, в Академии магии. Но прийти туда просто с улицы не получится. А значит, следует попасть на выпускной бал, который будет через... пять дней. И куда съезжалось все местное высшее общество. Даже император посещал выпускной в Академии, где когда-то учился его отец. Рабочий день шел к концу, когда устала Тина и остановилась секретарша начальника их отдела. Господин Крут просит сегодня задержаться после работы и закончить отчеты за прошлый месяц. «Хорошо», — кивнула Тина, не показывая удивления. К восьми вечера она закончила отчет. Аккуратно сколола его скрепкой и понесла в кабинет господина Крута, который что-то тоже решил сегодня задержаться. Перед дверью поправила белый воротничок строгого серого платья. Пробежала кончиками пальцев по прическе, чтобы ни один волосок не выбился из тугого пучка. И только после этого постучала. «Входите, Тина!» Господин Крут сидел за столом и смотрел на Тину поверх тонкой золотой оправы. Девушка оценила и его костюм, и запонки с сапфирами, и булавку в галстуке. В уме тут же сложилась стоимость. А если сюда добавить его личное состояние, титулы поместья, то интерес сразу возрастал в несколько раз. Импозантный мужчина, 46 лет. Возраст выдавала легкая седина на висках. Информация сама всплыла в голове. Среднего роста, спортивен, женат, имеет трех дочерей. Но семья живет за городом. Дети учатся в пансионате, жену никто в глаза не видел. Говорят, что господин Крут собирает табакерки. И среди его коллекции есть несколько очень редких и дорогих экземпляров. «Положите отчет на стол!» Тина так и сделала, и нерешительно замерла у стола, не поднимая глаз от пола. «Как ваши дела, Тина?» Доброжелательно поинтересовался Крут. «А вот это странно. Раньше он ее вообще не замечал. А тут вдруг интерес. Все хорошо, спасибо. Вы ведь не замужем?» «Нет». Тина заставила себя смутиться. «И хорошо. Нам прислали два пригласительных на выпускной бал в академию. Но господа Смит и Вайсон уже давно не посещают такие мероприятия». «Еще бы. Этим стариканам, наверное, лет по сто. Их корпорации давно уже управляют внуки. Каждый год на бал ходят представители разных отделов. В этом году пригласительные отдали нам. И я решил, что ты достойна составить мне компанию». Тина прикусила изнутри щеку, чтобы не рассмеяться. Все же богиня ее любит. Удача сама идет в руки. Она попадет в академию. А там все будет зависеть только от ее умения и обаяния. Она найдет мага и избавится от петли на руке. «Спасибо, господин Крут». Тина изо всех сил захлопала ресницами. «Я так горжусь, что вы выбрали меня». «Гордись, дорогая», — снисходительно ухмыльнулся Крут. «В день бала можешь на работу не выходить. Прихорошись. Я заеду за тобой в 7 часов вечера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Брэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэйвэй Продолжение следует...